Кто и как будет наблюдать за выборами президента? Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции в Департаменте внутренней политики. Несмотря на то, что до дня голосования еще месяц, активная фаза подготовки уже началась. Специалисты общественной палаты обучают независимых наблюдателей. В регионе их будет около полутора тысяч. У нас разработан так называемый золотой стандарт наблюдателей, в котором достаточно четко и хорошо указаны все моменты от момента прибытия на избирательный участок, то есть это вот 7 часов утра, и до момента закрытия и окончания подсчета голосов. И мы планируем создать памятки для наших наблюдателей, которые помогут им в решении этого вопроса. Кроме того, в течение месяца будут работать несколько горячих линий номера, вы видите на экране. По ним можно связаться с общественной палатой, региональной избирательной комиссией и уполномоченным по правам человека. Специалисты примут пожелания жителей, ответят на интересующие вопросы, а также зарегистрируют агитационные и прочие нарушения. Совместными усилиями уже удалось решить проблему доступа на избирательные участки людям с ограниченными возможностями здоровья. В приоритете, чтобы помещения для голосования были на первом этаже. Также важно наличие пандусов. Конечно, мы не говорим, что они все идеальные эти условия, что и поручней людей очень много. Я не говорю только инвалидов, опорников, а ведь людей пожилого возраста, да и не только пожилого, есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому не везде перилы там и так далее созданы. Но во всяком случае, работа проведена очень большая. Чтобы выборы прошли максимально безопасно, в областном центре на входах на участки установят около сотни металлодетекторов. А уже с начала марта начнут монтаж систем видеонаблюдения для онлайн-трансляции. Веб-камерами оборудуют 444 участка. Это более 60% от общего количества в регионе. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.